Еще одна спасательная операция проходила сегодня на Шершневском водохранилище. Из воды доставали машину, она провалилась под лед вместе с водителями и двумя пассажирами. За действиями спасателей следила Юлия Савосина. Ей слово. На Шершневском водохранилище в Челябинске проводят учения городской службы спасателей. По легенде, в двухстах метрах от берега под лед провалилась машина с тремя людьми. Двоим удалось выжить, а вот один водитель, он погиб. Давайте поговорим с руководителем спасательных спусков Сергеем Аристовым. Сергей, расскажите, как часто происходят вообще такие случаи? Случаи по затоплению автомобилей, к счастью, у нас в городе Челябинске проходят не часто. Все-таки люди более осторожны по выезду на лед. А извлечение пострадавших именно из полыни, провалившихся под лед, происходит регулярно, каждый год на озерах. То есть, либо это первое озеро, чаще всего первое озеро, бывает Смолино, бывает Шершней. А почему именно сейчас решили провести эти учения? Для того, чтобы буквально у нас наступает уже апрель месяц, не за горами, начнется активное таяние, и чтобы спасатели были готовы уже, то есть, грубо говоря, находились в полной боевой готовности. Чтобы спасти пострадавших, подъехали спасатели на квадроцикле. Одному удалось выбраться самостоятельно из воды, а другого сейчас будут доставать с помощью подручных средств. Необходимо делать все это очень быстро, потому что, естественно, зимой вода холодная, и у человека может наступить переохлаждение. Ему подают, смотрите, специальную лестницу и вытаскивают его из полыни. Сейчас начнутся реанимационные действия, ему будут оказывать медицинскую помощь, чтобы спасти ему жизнь. Пульс? Пульса нет, продолжаем. После того, как пострадавшего удалось привести в чувство, его кладут на специальные носилки, и уже кладут в сани специальные также, и увозят в город, чтобы ему оказать полноценную медицинскую помощь. Сейчас надо будет, ну сейчас есть Сергей. Полынье опустили камеру, изображение от нее передается здесь на экраны, то есть можно видеть, как идет ход спасательной операции. Здесь же находится специальный человек, который по рации передает водолазам всю необходимую информацию о том, сколько время уже прошло. Как самочувствие водолаз? Показывает отличное, показал камеру. Все хорошо, тебе хорошо. Вместо автомобиля спасатели используют специальную жестяную клетку. Ее сварили специально, она очень похожа по своей форме на кузов автомобиля. И сейчас с помощью гидравлических ножниц водолазы в полынье выпиливают погибшего человека и уже затем будут поднимать его на поверхность. Работы закончены, по времени они занялись примерно 10 минут. Сейчас водолазы уже извлекают погибшего. Вот мы можем видеть куклу специальную, которая выполняла эту роль. И сейчас остальные помогают доставать человека. Мы никогда не знаем, что внутри получается, как деблокирован пострадавший, как заблокирован пострадавший, что для этого потребуется. Но мы все свои силы впускаем в бой. Ну что ж, спасательная операция закончена. И сами спасатели отмечают, что такие сложные погодные условия только на пользу, потому что обычно работать приходится в сложных как раз-таки метеоусловиях. Юлия Савосина, Борис Абрамов, ОТВ.